Для меня Наталья Евгеньевна добрый, любящий, веселый человек. Она научила меня многому, и я ей благодарен очень. Мы вспоминаем то время чудное, когда дети наши были еще маленькие, и вы встретились на пути наших детей и смогли очень многому их научить. Я просто счастлива, что вы пришли в нашу жизнь, и вот, посмотрев на своего огромного теперь уже сына, снизу вверх, я просто благодарна вам очень. Особенно вот этим летом, когда он съездил к вам в гости в Китай, он просто вернулся мужчиной, таким крепким, здоровым, похудевшим, красавцем просто. Когда начали заниматься с вами, это просто классно все было на тренировках. Вообще, вы самый замечательный тренер. Наталья Евгеньевна была не только для меня как учителем, но еще и другом. В группе Натальи Евгеньевны всегда была какая-то атмосфера, всегда была определенная. То есть не каждый сам по себе, а именно группа. Вот чем они отличались от всех остальных. Наталья Евгеньевна, спасибо вам за все, о чем вас научили. Вот этот кодекс чести я до сих пор помню. Будь честен, будь скромен, занимайся усердно, уважай старших, не обижай слабых. Мы учили это с ребенком серьезно. Самое главное не победить своих соперников, а победить себя. То есть даже если ты проиграл, ты не должен там расстраиваться, все бросать. Ты должен становиться сильнее, упорнее заниматься. Я, мама, как родитель, даже не могла увидеть те возможности, те способности, тот потенциал в своем ребенке, который увидела ты. Она как-то в людях видит очень много хорошего сразу. Она позволяет им раскрыться. Ваша работа меня просто восхищает. То есть это действительно философия. Благодаря тебе мы осуществили такие проекты потрясающие, как вот веселые старты, когда и дети, и родители были вместе. Тренерский талант, я считаю, это человек. Вообще тот путь, который прошли мы, родители, и наши дети вместе с тобой, он бесценен. Потому что ты действительно настоящий учитель, настоящий человек. Ту частичку, которую вы в них вложили, я думаю, что она в них останется очень надолго. Такие статьи классные она нам писала всегда. Мы на сайте их читали, и сейчас читаем, заходим. То есть интересные такие, какие-то наблюдения свои. Мы вообще смотрим и читаем все ваши высказывания и письма, которые вы оставляете на сайте. И вообще тепло твоего сердца, оно согревало наших детей, и согревало нас, родителей. И согревает до сих пор. Потому что то, что ты вложила, это не просто тренировки, это любовь. А это навсегда. Два человека женятся, которые любят друг друга. Свадьба для человека — это определенный этап новой жизни. И это очень важно для каждого человека, потому что это должно быть важнее всего. Помогать друг другу, поддерживать друг друга. Транслировать через свою семью какие-то ценности, может быть. Свадьба — это особое событие. Это такой особый ритуал и договор с самим собой, двух влюблённых. И договор с миром. Перед тобой сейчас открыта новая дорога, красивая дорога. Потому что ты потрясающий, красивый человек. Ты драгоценность. Я надеюсь, что тот сильный мужчина-воин, который теперь рядом с тобой, он будет это чувствовать, ценить и защищать. Я желаю счастья, здоровья, чтобы всё везде получалось. Чтобы ей никогда не было в жизни скучно, я думаю, этого с ней не случится. Хотелось бы ещё с вами увидеться с вашей лучезарной улыбкой, потому что вы всегда в хорошем настроении, всегда улыбались, всегда поддерживали в нас бодрый боевой настрой. Чтобы у неё в работе всё было хорошо и в семейной жизни. Не останавливаться, идти вперёд к намеченным целям. Чтобы у неё в жизни всё сложилось дальше, чтобы у неё были только счастливые дни. Я надеюсь, что у вас это останется и останется надолго. То есть, что вы выбрали действительно достойного человека, достойного вас. Поздравляю Наталью Евгеньевну со свадьбой. Желаю взаимопонимания, любви, чтобы у вас появились дети, не ругались, побольше денег, но и славы. Я ещё хочу, чтобы она нас не забывала и помнила о нас. Этот город всегда-всегда тебя ждёт. И здесь есть сердца, которые тебя любят. Ты всегда можешь приехать и быть с нами рядом. Наташенька, я тебя очень люблю. Ты самая замечательная. Очень хочу, чтобы ты была счастлива, так как ты этого видишь, со своей новой семьёй. Пусть у вас всё получится. Желаю вам всегда быть вместе, взаимопонимания и гармонии в вашей семье. Это самое замечательное. Оставайся всегда сама собой. Желаю вам самого лучшего с вашим мужем, прекрасной вам свадьбы, замечательных детей. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша новая семья всегда процветала, чтобы всё у вас было хорошо, чтобы у вас всегда было взаимное уважение, поддержка, чтобы у вас были общие какие-то идеалы, ценности. Вы вместе двигались в одном направлении и вам никогда не было скучно друг с другом. Если у вас получится ещё приехать в Барнаул, тогда мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Я приглашаю Фубяу и Наталью Евгеньевну и всю её семью в Барнаул, лично ко мне, на Чайпите, например, и буду очень ждать. Береги себя. Мы любим тебя. Удачи тебе. Счастья, света, крыльев, вдохновения. Сколько бы дети с тобой не потренировались, не провели, это у кого-то 4 года, у кого-то 1 год, это останется со всеми на всю их долгую жизнь. Может быть, сегодня они не сумели это как-то передать через слова, но я точно знаю, я чувствую, что это со всеми нами навсегда. Счастья, света, крыльев.